Китай на параде в честь 70-летия победы во Второй мировой войне продемонстрировал противокорабельную баллистическую ракету средней дальности «Дунфэн-21Д», «Диэв-21Д», «Восточный ветер», сообщает издание «Зе Фортуни». Эксперты называют ракету «Диэв-21Д» убийцей авианосцев и считают, что она полностью способна поражать американские корабли. При этом авианосцы США являются одной из самых важных составных частей в системе безопасности, которую Вашингтон гарантирует своим союзникам, в частности Японии, отмечает издание. Ракеты «Диэв-21Д» дальностью полета в 900 дефис 15.00 километров способны контролировать акваторию Южно-Китайского моря, что перекроет доступ военно-морским силам США во многие потенциально конфликтные районы, в частности в Тайваньский пролив. Таким образом, Китай с помощью нового оружия способен полностью изменить баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в статье. Это оружие находится в основе вызова в адрес ВМС США. Авианосцы сила, которая позволяла военно-морскому флоту США проецировать силу далеко за пределами морских границ страны. Парад напоминает нам, что теперь Китай не только материковая, но и морская держава, приводит издание The Australian Financial Review мнение профессора стратегических исследований из Австралийского национального университета Хьюэйта. Масштабный парад по случаю 70-летия победы китайского народа в войне сопротивления с Японией, которого ждали почти полгода, состоялся в четверг на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Под пыльщим солнцем и голубым небом Пекина Китай продемонстрировал новинки своего вооружения. Одной из главных интриг парада был также вопрос о том, какую именно технику покажет КНР. Организаторы обещали, что около 85% всей техники будет показано широкой публике впервые. В общей сложности на площади Тяньаньмэнь было продемонстрировано 500 единиц техники свыше 40 типов, а также около 200 самолетов и вертолетов. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ